Главный вопрос, с которого мы начнем нашу работу, реализация важнейшего проекта создания отечественной противовирусной вакцины Бел-Вит-Унифарм. Этот вопрос еще для нас важен сегодня потому, что губернатор Витебской области специалист в этой сфере и обещал не подключиться к этому вопросу. На финансирование проекта деньги были предусмотрены в бюджете и инновационном фонде. По плану строительства завода должно завершиться в этом году. Как мне докладывают первый этап, позади опытная серия вакцины выпущена. Помните, мы ездили, смотрели, планировали построить настоящий завод по производству собственных вакцин. Почему в Витебской области? Потому что есть опыт. Там вакцины для животных мы умеем делать. Наработанные здесь технологии мы сможем в дальнейшем широко использовать для производства иных вакцин и лекарственных средств. Это я особо подчеркиваю. Хочу услышать о качестве полученного белорусского препарата, насколько он действенный, в какие сроки мы сможем закрыть потребности страны в вакцине, пока вакцинируем по сути чужим продуктом. Кстати, публично предупреждаю Минздрав, что мы жесточайшим образом разберемся с системными случаями приписок и бесхозяйственности в ходе вакцинации населения, выявленными Комитетом государственного контроля. Прошу также доложить, как движется второй этап. Здесь следует подумать о более масштабных планах и расширении линейки продукции, чтобы не ограничиваться одной вакциной. Как меня информируют, есть перспективное предложение о выпуске противоопухолевых препаратов для лечения заболеваний крови. Очень важное направление. Как эти планы увязаны с выполнением моего поручения о создании биотехнологического кластера? Вопрос крайне чувствительный. Именно поэтому я пригласил определенное количество специалистов в этой области. Продолжение следует...